Здравствуйте! С вами Ольга Ингрия. И сегодня я покажу вам третье заключительное видео о том, как я вязала топ в морском стиле. Лиф уже связан. Как его делать я вам показывала в двух предыдущих видео. А сейчас покажу, как же я его заканчивала. Мы решили с заказчицей не перегружать изделие и сделать богатым декорированным только лифт, а не с топика. Решили связать обычной ажурной вязкой. Вот такие вот ракушки. Поскольку заказчица попросила выбрать пряжу наиболее мягкую и комфортную для тела, я подобрала для нее вот такую пряжу. Это Дива Бэби фирма Ализе. 100 грамм 350 метров. Эти ниточки я вязала крючком двоечкой. И эта пряжа называется микрофибра. Она наверное самая мягкая и приятная на ощупь из различных летних видов пряжи. Низ топика я буду делать с разрезами, но покажу это немножко попозже. Пока что я довязала только до талии. А это будет туника длиной до середины бедра. Одна из моих маленьких фишечек, которыми я пользуюсь, это тоненькая резиночка, которую я вязала в линию перехода вязания фриформ в обычную вязку. Эта тоненькая шляпная резиночка поможет топу держать форму и не растягиваться. Кроме этого мне нужно сделать обвязку верха и тоненькие лямочки для топа. Часто для этой цели используют шнур гусеничку, но я решила в своей обвязке совместить хлопковую ниточку пеликан, которой я вязала сеточку и ниточку, которой я вязала низ изделия. Поэтому у меня придумалась вот такая вот обвязка, в которой я комбинирую две ниточки и покажу вам немножко как же я эту обвязку вяжу. Вяжу я ее крючком полтора, потому что пеликан ниточка тоненькая. В начале, в самом первом элементе обвязки я вяжу 6 воздушных петель и в первую петлю вяжу пышный столбик. Но поскольку я продолжаю вязать, то пышный столбик я вяжу в верхушечку последнего элемента. Делаю пять накидов, провязываю вместе и еще две петли, последние провязываю вместе. пышный столбик готов и чтобы закончить элемент я вяжу столбик с двумя накидами в ту же петлю. Поворачиваю вязание, провязываю столбик без накида и пять воздушных петель. Провязала и вяжу пышный столбик в верхнюю петлю последнего элемента. Таким образом я вяжу цепочку такой длины, которая мне нужна. А потом обвязываю ее по контуру второй пряжи, более толстенькой, просто столбиками без накида. В арочку, которая получилась из цепочки из воздушных петель, провязываю три столбика. А окончание элемента столбик без накида вокруг элемента. Еще три столбика и столбик вокруг элемента. И так до конца ряда. И по второй стороне вяжу точно так же. Три столбика без накида в арочку и столбик вокруг элемента. И так до конца теселочки. Готовую теселочку я просто пришиваю к краю ниточками в том. И делаю из нее лямочки. И так моя работа закончена и я показываю вам готовый топик. Вот так вот выглядит пришитая обвязка с лямочками вместе. Снаружи и с изнанки. А вот это вот низ топа, связанный ажурной вязкой. И поделюсь с вами еще одной небольшой фишечкой, которую может быть не все знают. Как изменить размер ажурного вязания, не нарушая вида ажура. Вы видите, что здесь у меня использовались ракушки. И к концу топа они расширяются. Как же сделать это расширение? Нам нужно делать прибавки, но не абы как, а чтобы сохранялся рисунок. Для этого я делала прибавки внутри ракушек. Если в начале у меня было 7 столбиков с двумя накидами, то в конце их уже 11. И кроме этого я делала прибавки в цепочках из воздушных петель в арочках. Тоже в начале их было 7 воздушных петель в арочке, а в конце 12. Таким образом мы увеличили размер вязаного полотна, но не нарушили сам ажурный рисунок. Ну и покажу, вот здесь вот у меня сделаны разрезы, для того чтобы не было так жарко в летнем топике. Итак, мое видео в трех частях о вязании топика с использованием элементов фриформ закончилось. Если оно вам понравилось, ставьте лайки. А я постараюсь радовать вас своими новинками. В планах у меня слайд-шоу с другими моими работами и новый заказ. Митинги оранжевое лето, вязание ирландского кружева. Так что оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Надеюсь вам будет интересно. Всего доброго!